В Туркестанской области отремонтируют здание одного из самых старых театров страны. Построили его еще в середине прошлого века в городе Житысай. Об этом на встрече с местными жителями рассказал министр культуры и спорта Асхат Уралов. Он посетил несколько районов области, побывал на туристических объектах и пообщался с сельчанами. Подробности у Рауля Габитова. Туркестанскую область по праву можно назвать историческим и культурным центром страны. Посмотреть тут есть на что. Взять хотя бы городище Отрар, где археологи вот уже много лет ведут раскопки и постоянно находят интересные артефакты. А неподалеку от этого места расположен дом, в котором когда-то жил и сочинял свои композиции король казахского вальса Шамша Колдаяков. Его сейчас превратили в музей. Все желающие могут посмотреть на музыкальные инструменты и предметы быта, которыми пользовался композитор. Министр культуры и спорта посетил культурные объекты и пообщался с местными жителями. Нам сегодня пообещали, что поднимут нашу зарплату. Новость очень хорошая. Мы рады, что библиотекарям стали уделять больше внимания, ведь мы выполняем важную работу. Побывал Асхат Уралов и в знаменитой шардаринской школе по армрестлингу. Она одна из лучших в мире. Ее воспитанники регулярно выигрывают международные соревнования, а именитые спортсмены из Европы и Америки приезжают к ним обмениваться опытом. Особого секрета наших достижений нет. Большую роль в этом играет дисциплина. У нас с этим строго. Тренеры постоянно говорят о том, что важно быть не чемпионом, а просто хорошим человеком. Ну и, конечно, необходимо интенсивно тренироваться. Отсюда вышли больше 70 чемпионов мира, десятки призеров первенства Азии и других крупных турниров. Сборная Казахстана по армрестлингу больше чем наполовину состоит из шардаринских спортсменов. Они, по словам специалистов, почти всегда гарантируют золотые медали. Для местных ребят, которые выезжают на международные соревнования со стороны Министерства и областного управления спорта, должны быть созданы все условия. В ближайшем будущем мы планируем направлять сюда ребят из спортивных клубов других регионов для обмена опытом. Думаю, это повлияет на результативность наших спортсменов в целом. А вот один из старейших драмтеатров региона, расположенный в ЖТСАЕ. В свое время он дважды становился лауреатом международных фестивалей. В скором времени здание театра приведут в порядок. Это на встрече с жителями пообещал министр культуры и спорта. Он также заявил, что коллективу окажут помощь для обмена опытом и проведения гастролей.